Так, дочь, пора вставать завтра в школу, или как там, сегодня уже в школу, я помню, когда я просыпался, господа, мое почтение, вторая серия Майл Челленд Лебензбёрн, Кариночка спит, а я хочу сказать, что я помню, как зимой меня обудили в школу, и когда ты просыпаешься ночью, вот так вот, знаешь, просыпаешься, вставай, в школу пора, просыпаешься ночью, пока ты учишься зимой, весь день проходит, и у меня, получается, еще была и тренировка, и потом я ночью шел домой, то есть я вообще, когда в школу ходил, не видел белого сына, это в прямом смысле этого слова, Карина, Карина, подъем, сегодня школа родная, сегодня твой первый важный, важнецкий день, ты посмотри на себя, вот в красном этом одеянии, в целом, я бы, наверное, и остался, она даже с ковром сливается, ты глянь, я пойду в школу, теперь я совсем взрослая, да, готова к важному, волнуешься, да, как же быстро летит время, согласен, всего лишь полгода назад мы проходили этот проект, и вот мы опять снова здесь, да, я знаю, что многие ждали, я видел комментарии к первой серии, что очень многим, ну просто, наконец-то, он вернулся, я в большей степени делаю это, наверное, для вас, нежели чем для себя, потому что мне кажется, я буду страдать здесь, по крайней мере, внутри, душевно и морально, надеюсь, мы сдюжим, я взрослая, волнуешься? Угу, это не страшно, волнение, это хорошо, я так хотел скорее пойти в школу, да, теперь этот день наступил, ты не знаешь, что делать, чуть не забыла, теперь я сегодня на работу, ага, батя фрилансер, он все, он знает, где бабки достать, не пальцы, все хорошо, может быть, скоро мы накупим денег на ранец, буду носить в нем учебники, а у нее вроде он был, и вроде его даже можно купить в магазине, ранец? Да, посмотрим, но ты должна учиться прилежно, отличная идея, дочь, мне купит ранец, купит, купит, а его разве покупают? Вроде его как-то шить можно было, ну ладно, давай, иди, что делать-то? Есть, что ли ты хочешь? Ну, по-моему, пожрем, ладно, давай, сегодня важный день, школа отнимает много энергии, поэтому каша за папу, м-м, за папу, дальше как бы, бутерброд за него же, И, собственно говоря, все, потому что, вот здесь вот, наверное, ранец, да? Нет, здесь твоя одежда, а как же ж ранец-то? Ладно, как, на что нажимать надо? Ни на что? Вроде бы его можно купить Вот, двести рублей он стоит, и пятьдесят за гребешок, они просят, чтобы я ее мог расчесывать и менять ей прическу Двести? У меня ноль! Дочь! Мы нищие! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Пошли помоешься? Давай, сегодня важный день, надо чистенькой в школу, все, чистенькая, одетая, умытая, а, с кайфом, ну все, я немного волнуюсь, не переживай, все будет нормально сегодня, хотя бы сегодня. Сможешь проводить меня? Да? Да, я хотел бы! Прости, Карина, мне нельзя опаздывать. Не волнуйся, всё будет хорошо. Вряд ли. Хотя можем пройти часть дороги вместе. Как тебе такое? Как тебе такое? А так можно? Спасибо, ты лучше всех. Обнял. Поход в школу. Рванули. Я рада, что мы вместе пошли. Да? Давай через мост сама, а там дальше уж разберёшься. Ой, оказывается, школа такая большая. Да, есть школы с разными... Ой, я помню, когда я переезжал, я же в двух разных школах учился. Я помню, одна мне казалась просто каким-то гигантским непонятным коридором и лабиринтом, как, я не знаю, там, во всех этих фильмах, где нужно постоянно куда-то между кабинетами циркулировать, вообще ничего. Но потом как-то свыкаешься, ну, понимаешь, уже чисто, ну, интуитивно в этом. Куда тебе нужно идти? Будь сильный и никого не бойся. Пусть все увидят, какая ты умная. Если вдруг тебя кто-то обидит, обязательно скажи об этом учителю. Бесполезно. Веди себя хорошо и будь вежливый. Будь сильный. Никого не бойся. Постараюсь. Я и правда не глупая. Я знаю, дочь. Ну все? Лиф меня уже ждет. А, да, у тебя ж подруга есть. Иди, иди, здорово. Пока. Ну, давай, наберешь. А я на работу. Я на работу. Бабо сам себя не заработает, как бы, да? А сверхурочный задержаться. Нельзя. Домой сразу надо бежать. Ну, что? Ты что там? Как? Я дома. А что грустная такая? Ты хорошо себя ведешь? Что стряслось? Как прошел первый день? Ну, как бы, нет смысла улыбаться, потому что человек стоит уже и как бы... Как в воду. Школа — странное место. Там все недобрые. Не школа — странное место, а жизнь. Я пыталась подружиться с ребятами, но они просто глазели на меня и молчали. Ты ничего плохого не сделала. Им просто нужно получше тебя узнать. Бедняжка. Нет, не жалей ее. Да что за дети такие? Нет, нет. Ты ничего плохого не сделала. Очень важно. Думаешь, если я познакомлюсь с ними поближе, они будут ко мне хорошо относиться? Не обязательно, но в общем и целом у тебя будет шанс хотя бы одного-двух людей нормальных, что называется, выдернуть из этой системы и с ними общаться. И может, мы даже станем друзьями. Допустим. Но ты должна допускать то, что этого не произойдет. Ты должна допускать, что вообще не найдешь себе там коллектива. Ты должна допускать, что все будет плохо. Ты должна это допускать. Всегда готовься к этому. Но не думай о плохом. Мы пойдем кушать? Мы же пойдем кушать? Папа заработал 70 ну вот этих вот монет деревянных. Почта. Не-не-не, какая почта? Рисунок! Ого. Я не помню, чтобы я за Клауса такой находил. Хм. Такие эти. Тени. Жестко. Вот альбом. Давай потрясем ее. А прямо мячик поиграем, хочешь? Ну, улыбнись. Она улыбается. Я вижу, что... Ай, немножко, но... Ладно. Приготовь себе вот этот вот этот. Мы с тобой, помнишь, ягоды собрали? А может, погулять сходим? М? Поможешь мне с уроками? Вдруг завтра учитель меня спросит. Я могу? Конечно. Конечно. Спасибо. Учебник у меня в комнате. Давай. Можешь начинать? У Лин и Пьера по яблочку. Если Лин отдаст Пьеру яблоко, сколько яблок будет у Пьера? Два. Два яблока. Три яблока. Тупой папа. Три яблока. Вообще-то у меня на это нет времени. Два яблока у него будет у Пьера. Ага. Я так и думал. Так. Теперь следующая задачка. Если после этого Пьер съест одно из этих яблок, сколько яблок у него останется? После этого Пьер съест одно из яблок. Одно. Три. Три. Папа тупой. Три. У него было два. Он съел одно. У него теперь три. Потому что Пьер красава. Одно. Ага. И последнее. Если мама... Мама. Подожди. Если мама Пьера. Что за мама? Мама Пьера принесла еще четыре яблока и просит Пьера и Лин разделить все яблоки поровну. Принесла четыре. Еще четыре. Так у него одно осталось. Пять получается. Сколько яблок должен будет отдать Лин? Пьер должен будет отдать Лин? Три. Два. Два с половиной яблока. Два с половиной. Так как? Их всего пять. Два с половиной, дочь. Но так как Пьер добрый, он отдаст три. Он... Ну... Блин. Давай неправильно ответим. Он... Пьер... Мужик чисто... Как... Что называется? Сделает подарок. Он даст больше яблок девушке. Задачка для идиотов. Отдать Лин два яблока, три яблока. Три. И будь что будет. Так и правда будет поровну. Ведь у Пьера уже было два яблока. Так не два у него было. Он же сожрал одно. Ты хорошо считаешь. Ты что, угадал что ли? Так и было? Так это правильно? Дочь, если... Если учительница скажет, что что-то неправильно, шли я... Пьер, спасибо за помощь. Пойдем кушать, дочь. Давай мы пока тут веселимся с тобой. У тебя два бутерброда, офига. Ну ты нормально сегодня на это покушаешь. Давай, раз. Девает. Я уже жутко устала. Всю неделю бы спала. Да рановато спать-то. Ты сначала бутерброд офигенный, пацаны, какой ты сделал с ягодками. А ну. Ну все. Теперь спать, дочурка. Спать, дочурка. Ты никаких, кстати... У тебя нигде нету здесь случайно этих... Как их называют? Нет, да? Это вот не здесь... Их надо не здесь искать, я правильно понимаю? Вот эти рисунки, рисунки, которые она делает. Рисунки. Здесь вот нет рисунка. В ванной тоже нет рисунка. Она грустит, пипец. Но я не буду ее мыть, потому что, типа, мы спать идем. И я ей сказку прочитаю. Не пойму, нравится ли мне школа или нет. Я тоже задавался этим вопросом. И в первой школе, и во второй, и в любом классе. Every day. Каждый день я задавал себе этот вопрос. Да и учительница госпожа Хансен какая-то злая. А, учительница... У них же одна, получается, сейчас, да? Которая все предметы ведет. Это ж начальная школа. Есть среднее. Среднее образование. Есть начальное. Начальное, по-моему, до пятого класса идет. Ты будешь прилежно учиться и заслужишь ее уважения. Респект. Взрослеть непросто. Нужно уметь справляться с проблемами. Да, вот, кстати, хорошая тема. Вот увидишь, все наладится. Хватит ее подготавливать какими-то непонятными, что называется, клишированными фразами, да? Развей сомнения. Нужно уметь справляться с проблемами. А может, я не хочу? Надо, дочь. Типа, как... Я тоже много ничего не хочу, но тем не менее делаю. Может быть, взрослой не так уж и весело? Вообще не весело, дочь. Это просто какой-то сущий кошмар. Иногда. Но иногда это действительно прикольный и интересный путь. А ты можешь, пожалуйста, почитать несколько... Да, могу. Конечно, естественно. После первого дня. Надо ее успокоить, а то она какая-то... Давай, спи. Засыпай, все хорошо будет. Не переживай ты так. Не переживай ты так. Все нормально. Все, спи. Спи, дочь. Патья тоже будет спать. Потому что завтра второй рабочий день. Надо уже как бы, да? Что-то мне тут написало. Нам скоро раздадут оставшиеся учебники. А у тебя все еще нет ранца, дочь. Все еще нет ранца. 70... Блин, долго я, походу, этот ранец буду ей зарабатывать? Это, получается, по 70 я приношу каждый день. Он стоит 200. Это значит, я только на третий день его куплю. Если сейчас я пойду на работу. А у меня до сих пор нет ранца. Пакет! Пакет и все, что тебе нужно. Другие ребята носят учебники в ранцах. Нам нужно беречь деньги. Карин, не думай, что сейчас мы можем позволить себе такую покупку. Я помню, мама мне рассказывала историю. Это небольшая вводная из моей жизни. Когда я пришел в магазин. Вместе с ней я был маленьким. И типа тыкал пальцем. Купи, 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 купи. И просто ее как бы допекал. Вот этой вот историей. Купи. Я помню, что мама села... Ну, не помню. Она мне рассказывала. Она говорит, я села на колено. Пришла к тебе. Как бы сравнялась с тобой. Потому что когда родитель говорит сверху с ребенком. Он как бы назидает над ним. И это немножко, наверное, неправильная история. Хотя, кто я такой, чтобы говорить про правильность или неправильность воспитания. Я рассказываю историю, как мама поступила тогда. Она села на колени. Встала на колено. И сказала, что у меня сейчас нет денег, чтобы тебе это купить. Ты можешь попросить у тети. Но она, ну, типа, чтобы она тебе это дала просто так. Но просто так тебе никто ничего в этой жизни не даст. То есть для всего нужно что-то, типа, как вобменивать. Понимаешь? И она тогда прямо конкретно сказала, у меня нет денег это купить. У нас нет денег сейчас, чтобы это купить. Перестань. Ну, то есть вот успокаивать ребенка. Да все, тихо там. Или еще что-то. Ты просто говоришь ему честно, что у тебя, у нас нет средств. Сейчас это. И она говорит, что после этой фразы, вот когда я с тобой поговорила, в следующий раз ты, когда видел что-то, типа, ты спрашивал, а у нас есть деньги на это? А вот на это у нас есть? У нас есть деньги, чтобы вот это купить? Я более, типа, правильные вопросы задавал о наличии средств для покупки того или иного товара. У нас есть деньги, чтобы это купить? Мам, типа, есть. Вот. И я тогда уже, наверное, считать, как ты учился, видел цену. И понимал, что это стоит либо дорого, либо там. Поэтому, Карина, не думаю, что сейчас мы можем позволить себе эту покупку. Надо беречь деньги для более важных вещей. Вот нам нужно беречь деньги для более важных. Я только устраивался на работу. Попустись! Но это нечестно. Что значит нечестно? И все, что ты хочешь сказать отцу? Письмо. Просто, просто газета. Ничего такого. Смотри, сколько почты. Да наплевать на нее. Блин, как сюда деньги завести? Я опять думаю о том, чтобы деньги сделать и в первый же день купить ей ранец. Но этого, этого, это непозволительно. Так. Это день второй, да? Надо покушать, дорогуша. Надо же поесть. Давай-ка. Накинь-ка кашу. Жует. Бутерброд тебе не дам, потому что ты, в принципе, это, ну, в порядке. Пробудить тебя надо? Я думаю, да. Это ничего не стоит. Вот так вот тебе моську умыть. А потом уж мы с тобой вечером нормально искупаемся. Да, Карин? Давай. Ты в школу? А, нельзя в школу. А как, а что можно сделать? Могу что-то купить. Деньги. Блин, гребешок за полтинь. Но 200 он стоит. Не хватает бабок, не хватает. Мне игра буквально об этом говорит. Я так понимаю, что нам нужно потратить куда-то энергию, да? А куда ее можно потратить? Ну, типа, на любое действие. Можно помыться, по идее. Ну, давай. Раз такие дела перед школой, можно и помыться. Раз уж такие пирожки. Я не особо хочу в школу. Не ходи. Я бы не заставлял. Честно. А то Лев будет грустить. Я, говорит, не особо хочу. Может, если бы у меня был ранец, как у ребят. А что будет, если я вообще ей не куплю? Вот она тупо, она странно относится к предмету обожания. Типа, у меня будет айфон, и ко мне будут относиться нормально. Я буду популярным, тогда жизнь сложится. У меня будет много денег, я буду счастлив. Это вообще неравные, так скажем, вещи. Ты понимаешь? Дать тебе много денег, это не значит купить тебе счастье. Да, безусловно, бабки приносят счастье. Абсолютное. Но, в общем и целом, если ты без денег несчастлив, то тебе ни ранец, ни машина, ни хата. Это всего этого не принесут. Это очень условные, на самом деле, понятия. И, понятное дело, что я, как бы, слишком критически мыслю сейчас, да, там, про бабки. Но ранец не равно дружба. Ранец не равно счастье. Твое платье. Ты можешь вообще вести аскетичный образ жизни. Ну, без всего. Но быть хорошим человеком, к которому будут тянуться люди. Но, опять же, быть хорошим в наше время не слишком актуально. Нужно быть... Ты знаешь, вот это вот... Тебе должен быть стержень. У всех есть ранца. А у тебя не будет, блядь, в этой игре ранца. Папа не купит ей. Отказаться. Согласиться. Обдумать еще немного. Обдумать еще немного. В смысле соглас... Я соглас... У Клауса он был. И к чему это привело? Твой брат имел ранец. И что толку? М? Обдумать. Отказаться. Не будет. Может, и мне полагается? Не полагается. Нет. Я не хочу больше слышать об этом. Ранец нам не по карману. Твою мать. Ох. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Без ранца. С пакетиком. Давай. Шагай отсюда, чтобы я тебя не видел. Я на работу. Сколько можно меня это? Я лучше еды куплю, действительно. Домой. Ну и что там с тобой опять случилось? Сегодня в школе меня обзывали. Видишь? Это же без ранца. Уже при возрасте тебе придумали. Ну и какое? Сказали, что я ублюдок. Раз у меня нет настоящей семьи. Откуда они вообще знают это? Вот это вот дело личное. Как они могли вообще раскрыть это, да? Типа, я не помню, что про меня что-то такого рассказывали, да? Личного. Ты приходишь, стоишь перед классом. Знакомьтесь, дети. Это наш новый ученик. Его зовут Григорий. Он теперь будет с нами учиться. Григорий троллевали, перевелся к нам из другого района. Все. Ну не говорили, типа, у Григория... Ну там, я, например, рос без отца в большей степени. Отец ушел из семьи. Ну, блядь, преподаватель же не сказал, Григорий рос без отца. И меня не называли без отца. Ну, меня не называли. Нет настоящей семьи. Как там-то так поступили? Так? Ну что, типа, как... Что, типа, блядь? Да наша семья куда лучше. Они не правы. У нас чудесно. Куда лучше. Подожди. Вот здесь есть хороший ответ. Как грубо. Наша семья немного отличается от других. Но в этом нет ничего плохого. А я хочу быть как все. Так ты не должна быть. И вот твоему брату объяснял. И Клаус вырос нормальным пацаном. Правильным. Понимаешь? С правильными понятиями. Вот как все. Как все. Ты что, глупенькая? Наоборот, нужно отличаться. Нужно стать собой. А не как все. Можно, конечно, стать чем человеком, на которого будут равняться. Но ты должна тоже говорить людям, что они должны, прежде всего, воспитать в себе себя. И только потом брать и примерять какие-то вещи от других людей на себя. Не копировать, а примерить. А потом модернизировать это в какой-то степени. Не надо быть как все. На самом деле мне нравится наша семья. Я знаю. Только у других ребят есть и мама, и папа. Никто их не бросал. У тебя есть я. Ты встань на меня. Глянь. У нас есть замок Хогвартса. Хочешь? На, играй. Возьми, что хочешь с этой полки. Кроссовки. Хочешь? Вот эти. Джорданы хорошие. Батя в них. Ух, сколько игр отыграл. М? Ну, что ты? Бросал, не бросал. Какая разница? А кем были мои родители? Я хочу знать, скажи. И вот здесь вопрос. Хочу ли я знать об этом? Я хочу вообще полностью перевернуть эту игру. Не покупать ей ранец. Не рассказывать ей про родителей. Никуда не ехать к этим козлам, которые просто возьмут ее и еще раз ее обидят. Опять же, хочу защитить. В детстве мне говорили, что я мала, чтобы это знать. Но теперь-то я взрослая. Че так ногой топнула? Ты глянь на нее. Вот ведь. Но почему? Почему меня все обзывают ублюдком? Этим словом называют детей, родившимся вне брака, подобных тебе. Карин, я не знаю. Ты еще слишком мала такая. Нет, нет, нет. Разговаривай с ней как взрослая. Она действительно взрослая. Она права. Она, правда, немножко деформирует это понятие, но людей называют вне брака. Карин доверяет вам больше. Я рад. У тебя нет слов? У меня тоже. Но это не повод обижать тебя. Но это не важно, ведь ты по-настоящему... Вот, вот ты по-прежнему остаешься с собой. Ты замечательная. Для меня это не важно. Это так. Ну, для меня это не важно. Ты замечательная. Ты остаешься по-прежнему с собой. Мои родители не были женаты. Кто же они? Если честно, я уже их не помню. Там есть какая-то история про родителей, но я не помню. Мне так хочется узнать о них побольше. Так я не знаю. Не думаю, что это хорошая идея. Я постараюсь выяснить о них побольше. Но правда может оказаться неприятной. Пообещай. Пообещай, что ты о них разузнаешь. Обещаю. Карин. Ну, во-первых, не требует от меня ничего. Да? Я хотел бы съесть биг-тест и пойти от... Ну, ты уже напрягаешь. Обещай, что узнаешь. Не буду я тебе ничего обещать. Ладно, я постараюсь. Нет, не ладно. Пообещай, говорю, блядь. Карин. Попрошу, обещай. Нет. Пообещай. Ты глянь. Ничего нельзя сделать. Карин. Обещай, говорю. Нет. Просто сидит папа чисто с покерфейсом. Обещай. Ладно, я постараюсь. Наконец-то я узнаю, кто были мои родители. Не факт. Напишите письмо. А, ты без этого просто никак не сможешь идти дальше. Ну, допустим. Значит, у нас здесь газетенки. Давай посмотрим, что в газетах пишут. Да? В любом случае. Конфликт в небе над Кореей. Да, сегодня 17 американских истребителей сошлись в ожестотенном бою. Я не хочу это читать. Мне неинтересно. Я знаю, что там было. Мы тем более... Реклама. Только на этой неделе покупайте рюкзаки с... Подожди, рюкзаки? Стэн Слан Спорт. Доступны разные модели расцветки. Продолжает... Ранцы. 2-3-6-0-9. Набери. Позвонить. А есть дешевые? Денег не очень много. Это что такое? Adoption. Chairman for adoption. Что это? Начать писать письмо. А, имя матери. Да, фельвик. Адрес. Давай напишем матери биологической. Здорово, Сири. Привет, Сири. Не отзывается. Привет, Сири. Ну и ладно. Знаешь, что ты... Знаешь, что мы договорились, что я больше никогда вас не побеспокою, но мне очень нужно с вами связаться. Карин пошла в школу и случайно... А, случилось именно то, чего мы боялись. Она должна узнать правду о своем отце. Не могли бы мне все рассказать. Да, всего хорошего. По-моему, она мне скажет, пошел ты... Ну ладно. Я отправлю письмо. Займемся чем-нибудь вместе? Мы можем сходить погулять. Хочешь? Здорово. Рванули. Пойдем, пойдем, пойдем. В лес сходим. Там еда есть хотя бы. Есть ягоды. Уже поздно. Ну, ладно. Мы хоть сходили. Ты права. Да ну как было весело. Ага. Грустит. А ну, блядь, потребуши ее немножко. Давай в мяч поиграем. А, нет, нельзя в мяч. Она спать хочет. Ложись. Я иначе представлял себе школу. С ребятами не так уж и здорово. Но, может, хоть учиться будет интересно. Но дай бог, ты в целом туда для этого и ходишь. И коммуникация. Налаживать связи. Школа как раз и создана для учебы. В школе бывает непросто. Но ты справишься. Все у тебя получится. Не позволяя другим отвлекать тебя от главного. Че? Раз я теперь большая, меня ждут перемены? Не во взрослости дело. Перемены ждут тебя всю твою жизнь. Подстерегать будут, понимаешь? Иногда будет, конечно, такая пауза. Ты будешь как будто в стагнации находиться, как бы. И ничего не будет происходить. Но это подготовка. Ты все еще ребенок. Не стоит об этом переживать. Вот, смотри. Да, по мере взрослений перед тобой откроется весь мир. Это тоже ложь на самом деле. Она должна выбрать быть смелой, чтобы перед вами открывался мир. Нужно быть смелым человеком. Даже повзрослев, ты все равно останешься моей малышкой. Вот если бы дочери, я сказал бы именно так, понимаешь? Быть каким-то правильным папой в этой ситуации не получается. Даже повзрослев... Принцессочка, даже повзрослев, ты все равно останешься моей малышкой. Ну, потому что так, сука, оно и... Фу! Батька застыдили! Фу! Я вообще-то уже большая и могу сама о себе позаботиться. Ну да, максимализм попер из всех щелей. Понятно. Я всегда буду рядом, чтобы помочь. Потрепать по голове. Пощекотать. Вот этот мой вариант, кстати. Ну, это лишь потому, что ты старше. Ну, типа того. Но ведь и я могу тебе помогать. Можешь, можешь. Ты деньги вообще принесла, ты говорила, что твои рисунки будут деньги приносить. Проси, если обидела тебя. Ничего страшного. Мне не нужны родители. У меня есть ты. Я и есть твой... А, ну я опекун, ладно. Мне просто... Хотелось бы узнать правду. Уже поздно. Давай ложиться спать. Может, мне и удастся что-то выяснить. Не смогу ли я найти ответы на твои вопросы о них, поэтому начинаю этот дневник. Я передам его тебе, когда ты подрастешь и сможешь все понять. Так ты хотя бы увидишь мои усилия, если я не смогу много выяснить об их судьбе. А еще я расскажу тебе о войне и ее последствиях. Мне известно немного. Три года назад в газете разместили объявление. Трехлетняя девочка на удочерение. А, я все-таки взял ее в три года, поэтому она сидела на... Примечание. Дитя войны. Ничего мне не хотелось так сильно, как иметь ребенка. Надеюсь, ты это почувствовала. Твоя мать сказала мне, что родила от немецкого солдата в 44-м году. Тогда она была одинокой 16-летней девушкой. Рассказывать больше она отказалась. Потом она вышла замуж за участника сопротивления и попросила нас не появляться в ее жизни. Ну, в общем, она отдала ребенка. Ладно. Двигайся, я спать иду. Завтра четверг. А, все еще учебный и рабочий день. Здорово. Привет. Ну, привет. Это что, ответ от матери? На фабрике не хватает рабочих. Из-за нехватки рабочих просим вас иногда брать дополнительные смены. Сверхурочные будут хорошо оплачены. Дочь. О, ты такая голодная. О, рисунок. Ранец. Блять, может купить. Ну, ебаный рот, она его даже нарисовала. Кошмар какой. Садись давай. Один бутерброд у тебя есть и все? А, еще вот ягоды. Ну, давай. Два бутерброда получается. Ты сейчас это и это съешь. Давай кушать. Бутерброды на завтрак. Говорят. Полезно. Нормально. Хотя бы половина питания есть. Бабки тратить нельзя, получается. Слушай, ранец. У меня такие тяжелые учебники. Жаль, что у меня нет ранца. Да хватит, дочь. Да хватит. Ранец, ранец. А что будет, если не купить? Ну, что она? Ну, что, что? Она расстроится очень сильно, я не знаю. Ну, сейчас вот можно будет сейчас купить ей этот ранец, но у меня не будет денег. У нее будет ранец, но мы будем голодные. Иди в школу. Я еще сейчас... 210 вот денег, да. А я могу остаться, кстати? Да, задержаться. Дочь, если ты хочешь ранец, ты должна понять одно. Батя не всегда будет дома. 240, 30 сверху насыпали. И все, какая-то хуйня. Наконец-то ты дома. Че какая грязная эта дочь? Грязная, уставшая. Есть хочет, есть нечего. Спать. Иди спать. Иди, иди с глаз долой. Подожди, подожди. Помыться надо. Мойся давай. Такая грязная. Спать ложится. Это вообще чушь. Давай ложись. По дороге домой я подобрала несколько палок. Погляди, может получится из них что-нибудь смастерить? Несколько палок? Почитаешь мне сказку на ночь? Нет. Завтра может получится. Давай. Спокойной ночи. Че за палки? Что это будет? Удочка что ли какая-то? Ладно. У нас есть деньги. А еще есть запись в дневнике. 22 августа. Мне пришло в голову написать твоей матери. Возможно, она захочет помочь хотя бы... Хотя и просила не связываться с ней. Нелегко понять, как мать может оставить своего же ребенка. Это нереально понять. Это невозможно. Но эта судьба достигла многих детей, рожденных от немецких солдат. Считается, что за время Второй мировой войны в Норвегии родилось по меньшей мере 12 тысяч таких малышей. Их матери чаще всего были совсем юными девушками. Как и твоя мама. Да, такое было время. Ничего не поделаешь. А ну рисунок. Рюкзак. Твою мать! Рюкзак! Дочь! Нигде он не лежит спрятанный? Чисто по приколу. Ладно, да нигде он не лежит. Пошли спать. Может купить? Ну 200. Ну 200 так дорого. Как я Клаусу тогда купил? Доброе утро. Здесь письмо какое-то пришло. Жители жалуются, что слышали в нашем районе немецкую речь. Наша и малышка разговаривает. Это недопустимо и должно прекратиться. Предупреждаем в первый и последний раз. Я хочу в магазин сходить. 200. Как от сердца, блядь. Дочь! 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 Я отказался от покупки. Я сказал, что не куплю тебе его. Но он твой. Что это? Это батин портфель. Бери. Угадай. У меня кое-что для тебя есть. Ранит? Он. Правда, правда. Правда. Одевай. Не верю своим глазам. Да я тоже не верю своему дырявому карману. Я так рада. Все, иди отсюда. Иди, иди. Там нечего есть. 40. Мы ничего себе не можем теперь позволить. Ты его заслужила. Береги его. Носи с удовольствием. Заслужила. Чем? На чьем? Что ты хочешь ей сказать об этом? Значит, носи с удовольствием. Хорошо. Иди. А где он? Почему он на ней не появился? Он должен вроде на ней появиться. Что там по еде-то? Два бутерброда и все, что я могу себе позволить, да? Дочь. Дочь. Садись, ешь. На. Папа сегодня не обедает. Во всей еде все не завтракает. Только ты оба бутерброда ей отдал. Иди давай отсюда. Все. Потребуши ее немножко. Потребуши, потребуши. Нормально. О, кстати, поднимается игра. Смотри, поднимается. Можно с ней поиграть. Мячик. А ну. Давай. Перед школой самое то. Зарядка считай. Считай зарядка. Давай, давай, давай. А где ранец-то у ней? Какой красивый ранец. А, вот она надела его на себя. Ладно. Хрен с ним. Воспоминания добавлены в альбоме. А ну подожди, в альбом зайду. А, альбом это вот здесь вот. Она сфоткалась, что ли, с ним? Ёптую мать. Ну ради этого и стоила, наверное, эта покупка. Ладно, носи. Довольно, ребенок. Иди отсюда. Давай, шагай. Капец. Денег нет, ничего нет. Ранец есть, дочь. Как же? Домой. Я дома. Столько нового сегодня узнала. Умница. Сегодня в классе все всполошились. Уроки должны были вести господин. А, Сольхейм должен был вести, да? Но он почему-то не может работать. Нам назначили нового учителя, господина Берга. Интересно, какой он? Надеюсь, он будет ко мне добрее, чем госпожа Хансен. Обожаю свой ранец. Ну все, с ранцем, с ранцем эта девочка у нас, по всей видимости, будет просто счастливым ребенком. Ладно, давай пойдем есть. А есть-то нам и нечего, бля. Магазин закрыт, что ли? Нет, живы. Давай. Че тут возьмем мы? 25-45, это какие-то истории. Торт за 60, да ты что, с ума сошла? Не-не. Давай возьмем за пятнаху вот этого, за 25 сюда, за 30. Подожди, за 30 больше нечего купить. За 20, и все, и вот наш весь праздничный ужин. Нарванули готовить. У нее есть эти какие-то рисунки, может быть? Рисунков нигде не наставляла она? Я не вижу, потому что очень много рисунков может лежать просто, знаешь, типа. Давай готовь. Надо ее накормить полностью, потому что она очень голодная. Ребенок голодным не должен быть. Ешь. И кашу надо навернуть. Чисто знаешь, можно я пойду спать? Нет, нельзя. Рот открыла. Накидывай, накидывай, давай в топку. Все в топку, и бутерброд туда-то. Все есть. Вот теперь можно, иди, ложись. И сказку можно будет ей прочесть, кстати. Господин Берг. Ардук, он строгий. Строже меня нет никого. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Есть время почитать? Есть, есть. Есть, есть. Я здесь. Есть. Все, давай. Засыпай. Все хорошо. Десять денег. Учителя сменили. Все, ладно. Она спит. Пойду проверю, что у меня в кабинете. В дневнике ничего не написано. Здесь воспоминаний тоже нет. Ладно. Ладно, господа. Карина спать. Завтра у него поменяется другой учитель. Господин Берг. Те, кто посмотрели прохождение с Клаусом, знают, кто такой Берг. Как, что вообще, кого и как. Я в целом не переживаю по этому поводу. Поэтому. Спокойной ночи, Карина. Ранец. Ноль девочек. Все бабки. На. Нет смысла экономить. Какой смысл действительно. С пакетом ходить не в масть в эту школу. Господа. Хорошего вам дня. Я рад, что нравится наше возвращение великолепное. Я рад, что нравится наше возвращение. Хорошего вам дня. Спокойной ночи, если вы так же, как и Карина, сейчас в кроватке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.